в общем что здесь происходит машина для развозки хлеба какая-то экспедиторская привезли хлеб или что там врубили музлоу бара и начали танцевать улица рубинштейна питер вот как то так блин я бы сейчас бы тоже бы потанцевал бы если бы это руки не были бы заняты прям такие индийские танцы на это питер детка это рубинштейна дружище в общем знаете если бы здесь была бы какая-нибудь из этих тачек у меня бы не было бы столько удивления нежели как из этого пирожковоза да еще и с таким мощным сабвуфером а это прям вообще местный разводчик хлеба устроил местную дискотеку болен прям здесь привозят не только хлеб еще и музыка и танцы супер супер еще 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 все тут а в общем вы поняли да чувак там привез хлеб в ресторан врубил музыку и просто прохожие начали под нее писать это рубинштейна детка это в питере все ладно знаете как сделаем я сейчас пройдусь прям до конца этого рубика прямо до конца рубика погода хорошая пятница сегодня если вы правильно поняли но если вы видели позапрошлое видео сегодня фестиваль алые паруса но все студенты выпускники они там в районе фестиваля улица рубинштейна все-таки в своем таком привычном режиме потому что в основном этих самых ленточек выпускных здесь они вижу ну давайте посмотрим и все-таки мягко говоря не каждый день бываю на рубинштейна в хорошую погоду в пятницу вечером и поэтому и поэтому все таки давайте-ка когда если не сейчас мы взглянем на это все мажор бар написано мажора музыка играет почему-то минорная как так вот что за такой диссонанс мажорно-минорной ладно что уже знаете начала шутить такими сленгами которые понимают только музыканты дам диссонанс консонанса ну и так далее да еще с этого камаза не хватает музыки вот просто девушка устала идти решила посидеть у вас здесь решили физкультурой заняться пресс покачать так это было 8 да уже а еще два раза сможете да вот прям вот а да 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 ставлю ставлю прям на 10 9 10 а 7 а уже обратный отсчет пошел final ждем вас олимпиаде так значит а здесь прям что-то у нас такое это какая-то фура стоит какой-то прицеп от фуры давайте посмотрим что здесь из него сделали мне кажется какое-то заведение если я не ошибаюсь давайте сейчас посмотрим но здесь явно прям кафе вынесли на улицу а но здесь просто фура стоит что здесь фура делает просто стоит а вот тебе такой рубик рубик который не кубик бывает ли рубик который не кубик если это в питере на рубинстейна то бывает я прям знаете так 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 а вот здесь как раз таки играет мажорная музыка но в общем ладно раскрою вам секретный секрет если вы еще не загуглили мажор это веселый звук минор это а грустный звук вот как-то так а если вдруг кто-то не понял но да как мне и рассказывали здесь а многие бары рестораны просто выносят улицы но на улицу столы стулья и и образуются такие вот а летние веранды и получается так что здесь совсем все очень объемно и кстати достаточно так многолюдно вот прикол такой что реально я сейчас вот так держу телефон и реально никто не знает то что я снимаю то есть это по сути как все думают просто что я сейчас иду и говорю по телефону вот но я думаю если бы я сейчас бы взял бы какую-то подставку бы по телефону где явно очевидно то что я на видос записываю то местами было бы много бы подскоков бы под кадрах типа передай привет передаю привет маме папе типа как-то в песенке 2 маша 2 маша мама не жди дома или как там в строчках что-то там белые кеды черная кепка там что-то это ночь для типа что-то папа не жди дома это ночь для меня там что-то такое а рифму уже не помню но здесь опять же на рубике сразу скажу в основном тусуется контингент постарше как раз моего поколения этим конечно он для меня интереснее но чтобы так понимали то что все таки все таки в чем-то этот контингент постеснительнее нежели это молодежь которая сегодня на выпускном поэтому все таки отличие есть поэтому рубик наверное я снимать не буду с подставки а с поставка я чуть попозже тогда зайду в другие места вот здесь лошади кони главное сзади близко не подходить а то мало ли все животные непредсказуемые вдруг он сейчас будет захочет гол забить моими бубенчиками мало ли вот такой конь футболист типа забиваю голы бубенчиками от вас только требуется подойти ко мне сзади но если кто-то не в курсе то если к лошадям или коням там подходить к сзади то они фигачат копытом прям и могут очень сильно ударить не знаю сломает ли что-то но если попадет по бубенчикам то гол точно забьет как то так вот здесь даже самокат есть я не помню вот кстати когда то в этих домах был хостел я помню и как раз таки в котором я жил года три-четыре назад когда здесь и был в прошлый раз в Питере именно в зимней версии Петербурга вот а сегодня знаете как сегодня прям я с утра приезжаю жарище чистое небо по градусам плюс 30 я полдня прозагорал я говорю я в Геленджике когда был в Сочи в Геленджике там была далеко не такая погода как сейчас именно здесь в Питере как именно сегодня поэтому это что-то с чем-то это прям мама не горюй просто мама не горюй как говорится вот здесь прям вот здесь прям кафешки я думал это квартира какая-то но присмотрелся столики такие а прикольно было бы знаете из своей квартиры сделать ресторанчик кафешку типа такие закрытые залы где-нибудь в спальном районе там этаж двенадцатый сорок восьмая квартира ресторан называется двадцать седьмое небо вот приходите недорого домашняя кухня так сказать поэтому вот как-то так это видеоблог это видеоблог так ну что ж покажу вам сейчас эти самые пять углов этот самый тот самый перекресток пять углов в общем перекресток необычный здесь вот такое узкое здание сейчас прям покажу его вон там вот а так вот и здесь обычно на перекрестках четыре угла здесь пять углов то есть считаем раз там два там три там четыре и где теремок там пять ну и вот с этого мы начинали подсчет ладно ну что значит палец вверх подписка на канал увидимся в следующих роликах и до скорых встреч ночные улицы санкт-петербурга давайте прогуляемся и полюбуемся над всем что здесь есть вот смотрите какие статуи как будто держат не они даже знаете типа за голову взялись типа в шоке от происходящего в стране что здесь творится вот смотрите сразу несколько людей смотрят сверху вниз и удивляются но это явно видите как они удивляются такие такие залез за голову и чешут ее кто-то чешет кто-то гладит и смотрят что же здесь происходит а сейчас мы идем по Невскому проспекту сейчас я думал свернуть как раз на улицу Думскую или Думскую вот там через дорогу будет гостиный двор а я как раз сейчас попробую посмотреть далеко ли нам идти до прекрасного далекого но не совсем далеко в общем проходим через речку Фонтанку через реку Фонтанку вот напишите в комментах как правильно будет река Фонтанка или речка Фонтанка сегодня мне коренной житель Петербурга сказал то что речушка так но здесь по идее как движение правостороннее но мы проскочили слева но народу на самом деле много и сейчас как раз увидим волны реки ну кстати смотрите да река вроде бы не широкая но волны поднимаются чисто вдоль этой реки здесь конь всадник по-моему то ли конь всадника останавливает то ли всадник коня останавливает ложь не знаю не знаю так ну и кстати а если кто не знал сегодня в городе проходят алые паруса и уж возможно кто-то вытащит из пазухи свои какие-нибудь паруса или где-нибудь из-под штанов и как раз будет ловить попутный ветер или встречный сам может быть в эту прекрасную погоду в этом прекрасном городе и сейчас мы пока что идем по по Невскому проспекту скоро свернем на улицу Думская и как раз как раз скоро вы увидите еще один район Санкт-Петербурга вот заведение называется люди любят хлеб я не знаю видно или не видно вот прям заведение называется люди любят хлеб а что правильно зато не обманули написали бы самое лучшее столовое или самый лучший кафе возможно бы обманули а вот здесь решили сказать только правду а правда в том что люди любят хлеб вот здесь даже такие флаги алые паруса сейчас попробую не провтыкать знаете не профилонить тот самый поворот налево любуясь вот этими подсветками зданий здесь здания сами по себе такие знаете достаточно исторические а вот такие удачные подсветки как раз подчеркивают их формат их форму здесь какой-то забор а за забором темный лес а может и не лес может и парк потому что там я в на горизонте вижу такой такие колонны и скорее всего это как врата ворота вход в сам сквер вот там с зелеными буквами написано United Colors of Benetton так-так-так-так-так-так-так-так учитывая что много народа идет нам навстречу у меня есть подозрение то что фестиваль алых парусов возможно уже прошел но возможно мы его увидим в в каком-нибудь следующем ролике посмотрите то здание прям совсем уж изящное особенно вот эти наверху колонны а вот здесь грузовики которые называются охладимый пыл или просто охлади меня такие грузовики которые могут бесплатно помыть вашу машину даже не останавливаясь да-да-да прям главное ехать параллельно с ней чтобы ха-ха-ха ха-ха ха-ха вот вот едете параллельно с этим брызговиком грузовиком брызговиком и как раз ваше ваше авто что одним легким проездом типа одним легким проездом километра оказывается но из непомытой превращается в помытую ваше а сколько здесь народа ты просто так ну давайте я сейчас попробую свернуть все-таки в сторону думской здесь такой вот аттракцион по ударам по груши так и у вас здесь особенно такое очень хеерическое здание здесь я говорю прям наверное по музею можно не ходить вышел из дома уже как в музее явно смотрите какие здания смотрите сколько там статуй изображено а сейчас кстати я увижу так а я правильно повернул пока я смотрю сейчас в навигатор можете мне написать верно ли я повернул так это у нас екатерининский сквер вот екатерининский сквер так и сейчас я кое-что загуглю о прикиньте прикол да я чуть раньше свернул налево надо было пройти еще но зато вы увидели со мной екатерининский сквер и вот эти чудо кстати статуэтки такой памятник ну ладно сейчас пройдем дальше так по по Невскому проспекту и видим там перед собой кофейню номер один вот прикиньте да так мне просто интересно почему вот называются типа кофейня номер один или чайхана номер один вот почему очень многие заведения вот которые берут такие названия называются одинаково вот нет чтобы там назваться типа кофейня 48 или кофейня 64 по счету которая по Невскому проспекту и и по правой стороне или по левой стороне хотя кстати знаете я замечал то что многие заведения называют типа там кафе номер 48 или там какой-то еще номер чисто потому то что а именно по номеру дома а многие еще кофейня или кафешки могут также назваться именно в честь адреса ну например там Невский проспект 24 вот и кафешка так назовется Невский проспект 24 а здесь я не пойму по моему переход только под землей сейчас я тоже гляну да здесь мы сейчас проходим через подземный переход нырнем вот здесь такой узкий неприметный проход и вынырнем вот с той стороны сейчас как раз таки увидим подземные переходы города Петербурга в самом центре сколько здесь народу кислороду вот скажите здесь в переходе кого больше народа или кислорода так ну что ж поднимаемся на вверх это гостиный двор здесь типа что-то типа такого эксклюзивного исторического торгового центра это типа как у нас в Москве ЦУМ здесь типа что-то наподобие так здесь что-то народ выстроился и кто-то что-то обещает спускать мы почти подошли сплетать сюда что здесь сюда говори ничего не слышно не слышно а что там он рассказывает вообще непонятно он наверное поздравляет всех выпускников да? с выпускным в общем возможно здесь вход в метро ограничен и он об этом сообщал возможно не знаю вход в метро вход в метро а ну да получается так что здесь выход вход там подальше и об этом нам сообщают полицейские с со сцены грузовика вот как-то так это Питер детка так ну что ж попробуем пройтись чуть подальше сейчас еще чуть подальше сейчас еще чуть подальше а у вас здесь кстати иногда нам попадаются на глаза ленты выпускных ну а в общем знаете сегодня как раз таки выпускной у выпускникова так и и и сейчас как раз пойдем но знаете я вот в этих местах был как раз здесь именно когда а именно зимой вот на сегодня даже эта часть Невского проспекта она перекрыта и получается так что прям до туда во насколько я помню вот там прям по курсу и будут все эти фестивали алые паруса салюты ну и так далее ну и так далее и как раз наверное я после поворота на Думскую или на Думскую или на Думскую вот напишите в комментах куда там нам лучше повернуть на Думскую или на Думскую это так же как что будем пить экспрессо или эспрессо кто-то говорил то что правильно говорить эспрессо я в этих вопросах эсперт но прикол такой то что слово экспрессо именно и пошло от слова экспресс потому что этот напиток подавали изначально в поездах экспресс и оттуда именно это все пошло но кто-то решил изменить этому слову акцент именно сократить там количество согласных букв так ну что ж здесь тоже что-то перекрыто автомойками на ходу и вуаля здесь мы сворачиваем налево вот а именно в сторону улицы Думская это знаете если вас кто-то спросит когда-то ты чё начал поворачивать налево или ты начал идти налево можете сказать я свернул на Думскую здесь у нас кабинет сороковой судя по всему платной стоит 50 рублей а там кабинет сороковой бесплатный био кабинет а кстати сегодня здесь раздавали вот таких жучков надувных о ну ничего здесь прям такой казантип так и там какие-то танцы так я не знаю сможем ли мы сейчас здесь пройти и дискотека вокруг автомобиля но и все таки прям слышу такую знаете бочку басовую но здесь так же как и на Рубинштейна как раз тусуются не выпускники а в основном туристы и там те кто часто здесь тусуются ну то есть именно сами выпускники здесь обычно не тусуются но так же как и на Рубинштейна просто контингент отличается на Рубинштейна более старшие там от 30 от 40 лет вот а здесь в основном молодежь но лето может от 25 от 30 в этом как раз отличие Рубика и Думы вот скажите вот скажите могу ли я думать если я не на Думской разрешается ли думать пока ты не дошел до Думской и так но издалека по идее там не сильно прям активно возможно кстати и отсюда народ пошел в сторону Алых Парусов но я прямо здесь особо так отсюда по крайней мере движухи не вижу особо вот возможно да прямо сейчас конкретно фестиваль центральной Алые Паруса прям забрал себе народ со всего города даже постояльцев как-то так в общем мы зашли с этой стороны Думской Думской а выйдем как раз с той стороны но здесь различные дискотеки ночные клубы вот как-то так и но здесь прям знаете такой опасный райончик опасное место кто-то может перебухать около тебя упасть удариться головой а потом доказывает то что это не ты его уронил как-то так но это так по наслышке то мне кстати вот именно местные все говорили то что именно вот это место оно далеко не самое безопасное но и непонятно ничем ли тебя там не отравят в ну в плане напитков потому что ну мне там рассказывали из других заведений то что а есть такой вопрос ничем ли тебя здесь не траванут мягко говоря есть такой вопрос но и второй вопрос то что а дышат несмотря на то что это запрещено законом но многие дышат вот этими шариками с азотным газом а это очень разрушительно для мозга но то что они дышат это фиг с ним а то что ты с ними в одном помещении да вот и тоже этим говном тоже это говно вынужден вдыхать это конечно большой минус и поэтому в такие заведения я не хожу так а если в целом вкратце так ну что ж зашли мы с той стороны вышли в сторону фонтанки о кстати на небе появляются какие-то первые облака за последние сутки первые тучи здесь вроде бы неприметная такая речушка да ну а вот гоняют такие прогулочные катера ну конечно большие катера особо они здесь не развернутся и не разминутся а вот такие которые небольшие для них вполне это такая широкая речка и при всем и даже при желании они даже здесь могут просто развернуться если конечно хорошо постараются соблюдая скоростной режим так как даже на воде есть свои правила дорожного движения по крайней мере на москве реки они точно есть здесь не знаю мне кажется вот этот катерок выехал навстречку нужно ка его оштрафовать оштрафовать на 10 капель штрафной рюмки типа выехал навстречку значит платит штраф 10 капель кстати смотрите да реально я думал тарка невысокая но вот прям катер проплыл так что шикардосик шикардосный здесь кстати знаете не до конца понятная улица пешеходная или проезжая там вроде бы не столько движения чтобы ее считать проезжей и при этом гляди смотришь на количество припаркованных авто вроде бы и не на сто процентов на пешеходное как то так так ну что ж сейчас как раз давайте уже вернемся обратно на Невский вот это насколько я помню казанский собор как раз от него мы привет привет и передай привет так а вот это получается казанский собор чуть не сказал казанский видосик так ну и отсюда мы начали обзор Невского как раз сегодня днем когда еще светило парящее солнце и значит по сути как раз а вот мы видим снова это место уже в вечерней версии кстати фонтаны также играет ну ладно давайте сейчас я перезагружусь перезапущусь увидимся в каком-нибудь следующем выпуске а это у нас казанский собор но мы не в Казани мы на самом деле на Невском проспекте а именно в центре города Санкт-Петербурга здесь вот видно кто-то прям ящик воды сразу взял как раз на вечер хватит погода прям такая жаркая сегодня вот так посмотришь не скажешь да то что такое солнечное небо как-то что-то не всегда такая погода в Питере и не с такой жарой Питер ассоциируется но главное сейчас когда в Москве дожди ну так переменная облачность с дождями в Питере чистое небо здесь вот такие рисуночки а когда завтра на завтра в Питере обещают грозу опять же с переменной облачностью в Москве уже на следующей неделе обещают жарище причем такое жарище такое вот жарище которое не было за последние сотню лет вот ладно пока мы сейчас идем угадайте какой сегодня праздник вот как раз таки возможно скажу в конце ролика какой праздник возможно не скажу там в комментах кто-то напишет правильный ответ или тот ответ на который догадывается ну а в общем в Москве сегодня дожди в Питере сегодня жарище и получается так что и в Москву сейчас надвигается жара если даже посмотреть по прогнозам я не помню там где по-моему в Таиланде что-то плюс 32 плюс 33 с дождями и с грозами а в Москве плюс 35 и парящее солнце так что если вас начальство не отпускает в отпуск значит вы уже находитесь в курортной солнечной зоне это я сейчас про Москву говорю как-то так не в Москве на самом деле тоже много есть мест таких с которыми даже и сочи не сравнится просто о них не все знают там есть и серебряный бор есть и там флайборды аттракционы я уж не говорю про сапборды сапборды там можно и на парусниках покататься но опять же если знать места или же их искать целенаправленно так что но а так если не искать не знать но скорее всего разве что только на такие праздники как мир труд май то есть первый май первый май точнее первое мая первомай или же на день города но сегодня кстати тоже такой спойлер скажу в питере и не день города и не день города и не первое мая вот угадывайте что сегодня в питере то а на самом деле есть уже подсказка я ее уже неоднократно увидел но суть в том что это заметят только очень внимательные ну и так во всем наверное иногда чтобы найти какой-то секретный секрет достаточно перестать таращиться только в одну точку а посмотреть вот так по сторонам посмотреть по сторонам посмотреть наверх посмотреть под ноги и это я сейчас даже не про сегодняшний праздник это я в целом вот иногда бывает так то что кстати насчет художества я не знаю среди этих каких-то картинок но вряд ли я думаю увидим такой пример но бывают такие картины такого художества когда ты стоишь прям в упор но на мелком на близком расстоянии где-то метр-два тебе это кажется просто каким-то рандомным наброском красок просто как будто кто-то случайно взял и измазал кисточкой по полотну но когда ты отойдешь метров на десять ты заметишь то что ну то есть начнешь отходить подальше от этого рисунка вот тогда уже в твоих глазах будет прорисовываться картинка и этот феномен действует не только на картинке кстати знаете что это это гостиный двор большой гостиный двор я примерно сейчас конечно понимаю где мы идем в каком районе но я как раз от казанского собора решил пойти в эту сторону потому что в этой стороне ничего не видно было бы поэтому я решил пойти в эту сторону потом когда солнце сядет а я не знаю когда оно сядет мы пойдем в обратную сторону смотрите да вот написано городская стоматологическая поликлиника номер один еще такими буквами как будто это какой-то музей если так прям присмотреться реально каждое здание какое-то такое постройки еще с тех времен когда старались здание делать покрасивее это это не то что там современные говностроя ой простите оговорился новострой да вот но можете в коментах написать как там правильно говорится говнострой или новострой именно если говорить про современные новостройки в общем напишите в коментах так а тут то уже перекрытая дорога заканчивается на Невском проспекте и конечно же дальше можно идти только по тротуару а не по трассе в ту сторону я не знаю не рановато ли еще идти что то как то против солнца а я то все буду видеть хорошо но вы то видеть не будете поэтому давайте сейчас гляну еще что там ладно я думаю можно будет сейчас пока приостановиться и потом уже продолжить с другого места так что увидимся в следующих роликах и до скорых встреч ну что давайте я вам сейчас покажу и немного ночного питера сейчас как раз так пока пройдусь в сторону дома через центральную улицу как раз увидим пекарню сина бон сина бон бон сина это фамилия или имя бон сина но не важно я думаю его если бы в россии у кого-то была такая имя и фамилия там было бы уже без разницы что из этого имя и что из этого фамилия он еще синабон или это в принципе полное имя типа сокращенно будет сина а если полное имя то то синабон но это знаете как валя и валентина то так же и здесь сина и синабон ну а в общем погода хорошая такой думаю дай-ка я сейчас и запечатлю все что мы здесь видим почему бы и нет так сказать я вам я помню когда-то показывал зимнюю версию питера то есть какой питер зимой давайте сейчас покажу летнюю версию но отличие в том то что тогда я был со стедикамом и то что я снимаю все на видео оно прям в глаза бросалось а сейчас я такой иду с телефоном ну понятно что корпус телефона направлен наверх но так всем кажется и прохожим и всем остальным то что я просто либо с кем-то разговариваю либо наговариваю голосовое сообщение вот как то так поэтому сейчас конечно не так часто прохожие будут ко мне сейчас подкатывать чтобы я их там заснял и как раз именно за какой-то такой подставкой я решил домой зайти ну так чтобы в следующих видосах чуть изменился формат сценария ну и кстати я уже знаете задумал такую давнюю идею когда вы пишите в комментариях свои вопросы а я эти вопросы задаю прохожим и как раз таки от прохожих вы получаете ответ но и можете писать в принципе там любую дичь как-то так а я буду задавать вот как-то так а вон там привет привет как ваше ничего как шоу-бар да я туда решил вот видосиков по записывать ночного питера что давайте тогда ваш шоу-бар прорекламирую мне не надо нет ну ладно тогда как-нибудь потом шоу-бар вот как-то так ну а там в основном зазывало так шоу-бар о смотрите что там написано мама на даче домашняя кухня не знаю будет ли видно или нет в общем название заведения мама на даче надо было бы написать название заведения мама в шоу-баре типа родители в шоу-баре хата на выпускной свободы ха-ха как-то так вот что-то в этом роде ну давайте сейчас я не знаю я реально не знаю как сейчас сложится наша съемка вот сейчас пока что возможно ну кстати девчонка сейчас мне просто помахала она не поняла то что я на видео записываю на самом деле поэтому сейчас буквально через выпуск через пару выпусков все кардинально изменится вот но те самые сценарии когда мне в кадрах подскакивают типа приветы передают ну и так далее ну и так далее это что здесь земля получается в общем девушки несут какую-то коробку спицей вот мы отсюда видим из этой коробки земля сыпется ну по крайней мере мне так показалось а пиццу они что в эту столовую несут вот это я понимаю пранк ха-ха-ха-ха принести им пиццу с доставкой и в коробке чтобы была земля типа землю заказывали тут а в городе такой девицит землей везде вот эти бетонное покрытие ноги давно землю не видели и такая процедура вечера вместо секса понаступать босыми ногами на землю так сказать ощутить эти самые природные ощущения вот как-то так ха-ха-ха-ха вот мне кажется с этой цивилизации скоро какие-то такие природные условия будут все больше и больше роскошью ну что ж здесь у нас космос отель селекшн ресторан называется палкин вот как это можно понимать здесь реально знаете мне даже сейчас не нужно никакие шутки сочинять тут достаточно просто прочитать название заведений и это уже блин будет с шутками вот ресторан палкин блин это как так это ну какое нужно фантазию иметь то есть это наверное сидели там основателя ресторана и сочиняли так какое бы заведение нам придумать чтобы было чтобы проще запоминалось произносилось ну и так далее ну и так далее давайте сделаем типа рестораны вилкин или ресторан а ложкин вот а может там если будет японская еда то сделаем ресторан этих типа палочек которыми едят и в итоге наверное так зародилась идея назвать ресторан палкин или может там что-то другое происходило в этом ресторане что назвали что назвали палкой и в итоге так назвали ресторан но у меня других версий нету вот например да вот вкусная точка это ржали ржали но в итоге не отгадали откуда ж такое название почему там не какой-нибудь макдолларс или что-нибудь еще такое почему именно палкин так но это еще не улица рубинштейна это другая улица но мы сейчас идем по Невскому так ну давайте я вам сейчас прям бесплатно прорекламирую где находится вкусная точка в Петербурге сейчас я прям подсмотрю эту точку так вот то есть мы сердце любим пиццу пасту ну и так далее а нет прикол приколом но это улица Рубинштейна я что-то не помню чтобы здесь она была просто проезжей эта улица ну ладно давайте сейчас по ней пройдусь в общем улица такая в народе называемая пьяная но она прям такая самая движковая в общем есть улица Думская там блин клубов наверное 15-20 ночных только в одной локации вот но там контингент усуется помладше здесь на Рубике контингент усуется постарше но это если вспомнить зиму которую я помню еще с поза поза еще через пару поз назад поза год то есть в общем несколько лет назад я здесь был я здесь жил две недели но это было зимой я помню зимнюю версию Рубика такая прям движковая улица но все равно даже мне даже тогда интересно что здесь летом ну летом как-то так вот там даже устроили танцы просто получается какой-то грузовик который развозит хлеб да просто грузовик который хлеб развозит остановился и здесь начали плясать именно реально это получается от газельки вот как-то так вот такой вот пирожковоз устроил дискотеку на Рубинштейна вот как-то так как-то так я в шоке что здесь происходит под нашу музыку ха-ха-ха-ха-ха блин ну это прям нужно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова